Вот я иду сейчас по своей, можно сказать, одной из самых любимых улочек в Икагаме. Это своеобразный Икагамский Арбат. Народ проснулся, идет на работу, только все начинается, хотя по нашему времени уже 11-й час по-русскому. Но тут народ так неторопливо работает. И вот на этой улочке растут деревья, сейчас еще холодновато. Они не зеленые, жарут великолепная тень, куча всяких магазинчиков, кафешек. Это все сейчас закрыто еще, вот только открывают девочки свои лавочки. А реально тут лотки доходят практически вот до деревьев. То есть выставляют стамеечки, стульчики, велосипеды свои. И начинается вот такое неторопливое веселье. Машин тут практически нет, то есть шума такого индустриального не слышно. Ну, разве что вот летают самолеты с аэропорта Ханеда. Но это дело такое проходящее, потому что аэропорт расположен на острове, на насыпном. Пальцем, конечно, могу показать, вон там вот, прямо. Ну, а мне просто тут в кайф поутру прогуляться. Перед путем. Вот такие аппетитные. Все уже готово, ждет клиент. Заходи не хочу, ну, поскольку я покушал. Цены смешные, то есть делим на три. Получается цена. Ну, ладно, завтра сюда пойду. У меня просто вчера был, как говорится, дневник итальянского инженера, часть, день второй. Поскольку, наконец, подорвался до креветок, до пива. И надо было. Настоящие роллы тут. Настоящие роллы-то не те, что вы жалете в ресторане за бешеные деньги. Они упакованы в пластиковой, простенькой посуде. Потому что еда не, как сказать, не гурманов, это еда рабочих и крестьян японских, на самом деле. У которых нет времени это все сварить даже. Поэтому, кто из себя строит крутого любителя роллов, ребята, вы жрете просто пролетарскую пищу. Ну, по глупости, по своей, может. Разводите гельминтов у себя в животе. Ну, это ваши проблемы, конечно. Так что ничего в этом крутого нет, на самом деле. Просто. А вот покупать пролетарскую пищу за невъебенные бабки, это надо быть действительно лохом, как бы. А я предпочитаю там, где все-таки есть горячего приготовления пищи. Ну, вот уже ходят, заживают в кафешки люди. Уже там вон стоят у универмага, первые посетители. Причем стоят, сидят. Как бы тут демократия процветает. Может сидеть девушка вот и работать на компьютере, прям на жопе сидят. И так далее, короче. То есть, вот это, вот тайны. Мусор убирают. Полиция занимается не только всякой хуйней, типа разгона демонстрантов, но и уборкой мусора, блях. И так далее. Иногда. Все чин-чин орел. А у нас мусоров развелось только, что убирать некогда. И продолжают. Вот местный пролетарий сидит, как бы. Ну, мы к нему не пойдем. И сейчас я покажу план. Собственно, мы идем сейчас, я иду к центру города. Вот на центральный этот, деловой центр. Ну, вот виден небоскреб. Вот она. Самый большой небоскреб. В этом городе. И один, по-моему, из самых высоких в Японии. Кикагамская. Товер-Б. Башня. Сейчас. Слегка нарушим правила, может быть. Улочка хоть и маленькая, но опасная, потому что носятся тут на хорошей скорости. Прошел дождик, тем более. Вот это полицейский участок, кстати, напротив меня. Вот полицейские велосипеды стоят. Вот желтая полоса. Там у них аптечка. Все средства первой помощи, потому что зажегся зеленый свет. Он поехал, а метро. Метро это то, что носится. Оно не обязательно под землей. Под землей скорее как исключение. Метро. Вот разыскиваются граждане всяких террористов. Ай. Ну вот. Вид на солнечную страну, на входящего солнца. Действительно, солнце взошло. Вот. Наведем мы на башню. Не знаю, сегодня время у меня будет. Я собирался сегодня на нее слазить. Ну как бы все привязывается к погоде, чтобы был красивый вид и обзор с нее. Ну еще одна станция метро. Я буду, собственно, уже в центре. Расстояние метров 500-700 между станциями. То есть ну реально, как бы от моей вот сейчас квартиры. Где-то 16-17 минут ходьбы до цены. Можно ехать на метро, но как бы как все японцы. Надо подышать с утра свежим воздухом. Сделать такой мациончик, прогуляться. Тем более давно хотел сделать фотографии какие-то, видеосъемки такие. Подобающие как бы. Некоторой культурной красоте, которая окружает. То есть вот статики там. Прочее. Вот чистота какая. Все вылезано, уже мусора нет. Его и особо не было. И вспомните ваши заплеванные дворы, подъезды. Засранные вашими собаками, бутылками битыми. Заваленные шприцами наркоманскими. Ай, готов. Все просто круто. В плане соблюдения гигиены, культуры, уважения там к окружающей среде, к окружающим людям. То есть дух взаимоуважения, никакой вражды. Потому что остров маленький. Люди понимают. Надо жить дружно. Ну, в принципе. Вот какие улочки, переулочки. Сейчас подойдем к каналу. Вот опять проносится поезд. И я, наверное, остановлю запись. Потому что мало места на флешке. В принципе, что я вам хотел показать, я думаю, вы все увидели. Вот уже мост, канал, морской. То есть, он большой идет по городу. Не один канал, причем. Для того, чтобы в городе не было жарко, они прокопаны. Раньше они были защитные, а сейчас они культурные такие, эстетические функции несут. Даже на них народ катается на лодках. Ну, я перейду вот сюда. Пока зеленый. Надпись. Вот. Вон лодка стоит. Прям к дому. Кода она. Катаются и на байдарках. То есть, спортсмены. Вот. В общем, так вот. Красиво. Башня.